27 лет прошло со дня страшной аварии вблизи селения Галашки. Тогда, в середине 90-х, из-за технической поломки автобуса заживо сгорели 44 человека. Практически половина пассажиров, в их числе были женщины и дети. Позже, на месте трагедии, житель Мужичи установил памятник, который долгие годы напоминал всем проезжающим о том, что здесь произошло. Репортаж Хава Гагиевы. Эта плита была установлена несколько лет назад в память о погибших. Неподалеку от этого места, 24 апреля 1994 года, произошла крупная автокатастрофа, которая унесла за собой 44 жизни. Без малого 30 лет. Рейсхан Таздоева – пассажир утреннего рейса от Женикидзовской Мужичи и одна из тех, кто смог выжить. Она в деталях помнит события того ужасного дня. Обычная поездка домой, внезапный хлопок, дым. Огонь за считанные секунды окутал транспорт. Люди пытались выбраться, но тщетно. Двери автобуса были заблокированы. Люди пытались выбраться, но тщетно. Тех, кого можно было хоть как-то спасти, сразу же транспортировали в клиники Вишневского и Склефосовского. Ожог третьей степени и долгая реабилитация. Рейсхан повезло больше, чем остальным. Чего не скажешь о Мусе Аздоеве. В той день в автобусе среди пассажиров оказались его мама и маленькая племянница. Мусе Аздоеве. Дети, беременные женщины, пожилые люди. Автобус, рассчитанный на 25 сидячих мест, был переполнен в три раза. По оценкам комиссии, возгорание произошло из-за технической неисправности двигателя автобуса. Утечка бензина. Маленькая ошибка привела к большой трагедии. В каждом дворе были жертвы. В республике был мягко тязят. В тот день, узнав о трагедии, на место происшествия устремились люди со всех населенных пунктов республики. Сидеть сложа руки никто не мог. Мусе Аздоев, глава администрации Галашки, на тот момент был студентом. Сам после недавно перенесенной автомобильной аварии направился в больницу. По пути увидел горящий автобус. Мусе Аздоев, глава администрации Галашки, на тот момент был в больницу. В числе тех, кто отдал жизнь за спасение других, был и сын Наси Арабхановой, Иса. В тот день он, как и другие пассажиры, возвращался домой. Автобус загорелся, и парень, не раздумывая, начал помогать другим. Вытаскивали людей по очереди. Третья попытка для него оказалась последней. Третья попытка для него оказалась последней. В тот день он, как и другие пассажиры, не раздумывая, не раздумывая, не раздумывая, не раздумывая, не раздумывая, не раздумывая. Трагедия, о которой черным днем высечена в календаре для всего ингушского народа. Отцы, матери, братья, сестры, дети. Каждый потерял своего близкого человека. Сейчас на этом месте стоят две мемориальные плиты. Вторую поставили позже, но первую так и не убрали. В скором времени планируют благоустроить территорию, чтобы каждый проезжающий смог остановиться и помолиться за погибших. Хава Гагиева, Магомед Белокиев, Новости 24.